Всем привет! С вами Дмитрий, вы находитесь на канале Dimidro98. Сегодня мы продолжаем играть в Round Total War за Юлиев. Закончили мы на том, что в принципе отбили парочку нападений галов. И теперь, возможно, будем разворачивать уже контратаку на гальские поселения. Которые располагаются к северу. И на этом, возможно, даже остановимся. Еле не остановимся, как пойдет дело тут. Уже будет видно. Здесь же в Карфагене у нас стоит большая армия, которая следит за порядком в городе. Общественный порядок уже 125. Ну, а если мы уберем армию, что же у нас будет? У нас будет гарнизон только 50%. У нас только 50% гарнизон занимает общественного порядка. Это значит, что без гарнизона тут будет его очень мало. И мы можем, в принципе, лишиться общественного порядка, если мы уберем отсюда гарнизон. Тогда, наверное, нам нужно прекратить наши попытки создать убийцу. И вместо этого создать еще кого-нибудь другого. Например, всадников. И будет у нас еще один всадник в армии. Армия у нас пополнится. 260 остается у нас, в общем. Готовы поднять паруса! Переобучение. Мы можем теперь кое-что сделать. Или же подождать до следующего хода, тогда переобучить Бире мы можем. В принципе, больше ничего. Так, место знаменитого сражения, кстати, появилось тут у нас. 252-й год до нашей эры. Победитель в спуре Минутца из Дома Юлиев, проигравший Белин Рот из Галлии. Где два кавалерийских юнита, два всадника, просто разнесли в щепки одну кавалерию. И, получается, оставили там только двух человек, двух кавалеристов. А сами с победой вернулись домой в Ореции и принесли Риму славу. Точнее, даже Дому Юлиев славу. Ну и Риму тоже, кстати. Дальше походим. Гальский шпион что-то пытается пошпионить. Но у него не получается, видимо. Там ещё кто-то идёт. Греческие города воюют всё ещё с грутами. Но нам без разницы на этих грудах. У нас есть свои дела. Обнаружен агент из Галлии. Казнили его. Поселение в осаде Сигеста. Мы можем добраться до Сигесты. И снять осаду с этого поселения. Нас будут осаждать долго и упорно сейчас Галлы. И скорее всего, и скорее всего, нам нужно будет как-то контр-атаку организовать на Галлах. Здесь, скорее всего, будет высадка армии. Но соединений пока не вижу. Так, где-то Теции. Где-то Курти. Где-то он должен быть. Я не вижу его нигде. А, вот он. Четыре хитрости и один хитрости. Ладно, этот пока тогда... ...в пути. ...выйдет и попробует... ...попробует... ...раскачаться. Гальский шпион. ...55% шансовый успех. Если он успешно делает, он качается. Если же нет, то... ...не сможет прокачаться. И что у нас вышло? Вышло у нас отлично. Внеябура... ...увеличена хитрость. Внеябура теперь качается. И дальше что он делает? Вкрути. Дальше он будет всё время в пути. Орецию, кстати, нужно пойти и посмотреть. Ваша честь. То есть Децию Кури... ...крутил. Нужно пойти и посмотреть. Вкрути. И уже в Ореции... ...мы, наверное, наберём... ...убийцу. Мы наберём убийцу здесь. Которого мы не можем набрать, кстати. Вот в чём дело. Итак, в принципе, УЦ и Юлия у нас максимальное управление. Теперь имеет... ...влияние... ...пять. И, в общем-то, может справляться с огромными проблемами. Доход высокий у города. Всё хорошо тут. ...в Ореции. В Оремине, конечно, не очень хорошо пока что. Ореции ближе всего к Риму, поэтому... ...иметь хорошее влияние полезно. Потому что это может повысить наше влияние в Сенате и так далее. Так, мы делаем Велитов или Гастадов. Можно Велитов, в принципе, сделать. Так, здесь делаем Велитов, а там нужно... Да, капитан. Флотто. Флотто нужно переобучить. Вот это мы делаем. И ещё... ...вот это мы делаем. Два флота на переобучение у нас будут. Да, капитан. Ещё этот бот переобучим. И всё будет просто отлично. Так, а тут что у нас? Если мы в Плаве, Юлия уберём отсюда. Тогда у нас весь общественный порядок просто рассыпется. Из Каралиса можно перевезти небольшую армию. У него влияния нет нифига у Марка Юлия. Но тут есть гарнизон, который как раз и позволяет держать порядок. Марк Юлия имеет одну звёздочку в командовании и два свитка в управлении только. Попробуем без Фавия и Юлия выйти. Так, господин! Приказы! Преарий, в общем, останется парочка отрядов господов и городская стража, которая нифига не может нам сделать. Господин! Один отряд принцедов. Всадников мы убираем. Остаётся у нас два отряда господов. То есть три отряда господов. Один отряд городской стражи и один отряд принципов в городе. Отойдём на немного и посмотрим, что будет. В принципе, не так уж и плохо. Общественный порядок стал 90%. Эта армия осталась без генерала. Там только капитан. На данный момент представляется разумным построением. Так, это нафиг. Общественный порядок 90%. Нищета уже огромная. И доход маленький. С доходом мы пока ничего сделать не можем. Если мы сделаем здесь высокие налоги, тут будет очень мало общественного порядка. Его и так мало. Эта армия нам нужна теперь на севере. Пока что с Карфагеном дальше мы не будем воевать. Нам нужно переключиться на Галов пока что. И мы подождём. Посмотрим, как ситуация развьётся. Может быть, даже армию нужно будет подвинуть ближе. Войти в Карфаген заново. Там целая стопочка. Задание Сенат от Кровалина. Обнаружен агент Гальский. Что отлично. Умер лидер фарса Экваби Юлий. Вот это плохо. Вот это очень плохо, потому что общественный порядок сейчас у нас вообще 3% всего. И что же нам с этим делать? В принципе, мы не можем ничего сделать практически. Разве что только постоянно нанимать что-то. Но у нас тут теперь есть ещё и волнение. Так что... По сути, это поселение снова будет за Карфагеном. Насколько я понимаю. Возможно, восстание. Но не то, что возможно. Оно точно будет. Император! Но если попробовать ввести снова армию, то будет 70%. Это никак не изменит практически ситуацию. Ещё надо как-то побороться с ухудшением культуры и с нищетой. Только тогда, возможно, как-то улучшится наш порядок. В основном тут всё из Карфагена, поэтому у нас культура очень страдает. Коралис. В общем-то здесь не так много из Карфагена. Но всё равно культура страдает в 45%. Вообще, для того, чтобы не иметь штрафа к культуре, скорее всего, нужно сносить все здания, соответственно, Карфагенские, и строить уже римские. Но для этого нужны деньги. А денег у нас нет. И, видимо, нам придётся отсюда убрать всю армию и, по сути, дать восстаршим захватить город. И потерять управление городом. Тем более, что мы уже будем слишком много терпеть убытков от этого города. Нам придётся отсюда уйти. Другого выбора просто нет. Сделаем высокие налоги. Даже очень высокие. Потому что мы всё равно теряем это всё дело. И мы отправляем армию на север. Поближе к своей столице. Карфаген, видимо, заберут этот город. Годов больше нет, господин. Да, капитан. В принципе, у нас остаётся три города не так далеко друг от друга. И Аримин с минусом. И три города с плюсом. Итак. У нас ещё есть... Ммм. Там даже нет кавалерии. Повторяем всё тот же старый трюк. Который мы делали раньше. Берём гастадов. Берём ещё великов. Так, немножко оставляем в городе. И отправляемся биться с ними. С галами. У нас военачальник есть очень хороший. Если что, мы прорвём осаду сразу же. Тут у нас гальский член семьи. Который очень сильный. И он может дойти, в принципе, до Ореции. Поэтому Орецию нужно срочно строить. Кого-нибудь. Велитов, например. Или гастадов. Гастады, лёгкая пехота. А велииты, стрелки. Но всё равно они по одному ходу будут делаться. Это понятно. Ореции теперь имеет 6 влияния. И всё ещё есть управление. То есть это Луций. Новый лидер в рации Луций Юли. Что мы знаем? Карфаген пока что нам приносил одни убытки. И мы делаем следующий ход. Эта армия не двигается. Большая армия не двигается никуда. Карфаген бунтует, но пока что не отходит никуда. Преатр у нас будет в июле. Простые люди страстно ненавидят нас. Крестьяне в этом поселении восстали. Общественный порядок нулевой. Нет правительства 15%. Волнение 20%. А нанимать мы хоть городскую достражу можем? Хотя бы по одному. Да, это будет очень тяжело, но мы должны это сделать. Потому что слишком тяжело содержать это все дело. Флот готов. 30 кораблей. А у нас их 19. Еще можно беремые эти и переобучить. Еще мы можем в Сегесте нанять кого-нибудь. Хотя нет, не можем тут городская стража только. А там недостаточно средств. Разве что только еще городской стражи наделать. Скурий Минуций продолжает продолжает свои победоносные шествия. Победа! Отступили. Ну дальше пойдем. Атаку! дадим им бой дадим им бой чтобы они больше нас не беспокоили. А то если мы пройдем дальше они просто отойдут и все. И потом придется снова с ними биться. а сейчас мы дадим им бой и наверное уничтожим а может быть и нет как получится. сегодня нам предстоит сразиться отряды ооо сражение у нас в лесах сражение у нас в лесах в лесах не особо хорошо манигрировать но эти леса не особо густые с другой стороны за стадов можно чуть плотнее или сзади все хорошо мы начнем битву вдруг у нас только эти но там могут быть и другие потому что леса скрывают поистан за ними могут быть боевая группа и все такое поэтому мы должны проходить очень неспешно и внимательно с этим солдатами не форсированным маршем а обычным маршем что может сделать вот этот конец этот конец в принципе может разведать капитана получается здесь у нас капитан настоящих военачальников нет по мини звездочек я не видел по крайней мере нас целых два настоящих причем военачальника возможно рядом с ним сейчас будет да рядом с ним оказались оказались стрелки так что мы делаем как минимум два отряда мы засекли а их было три насколько мы помним значит еще один отряд мы не засекли пока что немножко подвигаемся может быть даже сумеем сзади напасть вытянуть их вытянуть их немножко на открытое пространство у нас легкая пехота и стрелки отлично итак конники у нас идут конники у нас тут вперед еще один отряд итак так 24 19 так это много Вытеряем их походу. Они, конечно, потеряли побольше, но... А вот так. Отряды! Быстрее! Быстрее! Отряды! Отряды! Вперёд! Отряды! Отряды! Быстрее! Быстрее! Так, а эти пока... Игра вперёд! Пока разворачивается битва, мы сзади атакуем их конницы. Наконец-то они отвлеклись. Теперь, пользуясь отвлечением, мы обойдём сзади. Стрелков мы догоним, и всё будет хорошо. Отряды! 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 Добро пожаловать вас! Отряды! Сто двадцать! Отряды! Восемнадцать! Лёгкая перехода! Нажеский полководец убегает! Настоящие вожди вообще так себя не ведут! Во время битвы и вовсе невероятно! Ну стрелки чё-то вбьют наши коней. Опять будет только. Живу и воронения! Боги наполнили ужасом сердце вражеского полководца. Теперь он бежит с поля, как последний трус! Отряды! 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 Слава богам! И всё! Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бегство. Всё, не надо остановиться! И забить остальному! Нак parcel stands. отсюда два человека и осталось из них только один человек и сейчас может еще уберем парочку вот и Дим так, остался всего один Готовы Дим будет потрясен этой победой этот день принадлежит нам ну в общем то уже наверное исчезнет с карты один человек либо же они этого одного человека дотащат до своего поселения и восстановят как один отряд это будет конечно жесть если они восстановят из этого одного человека какой-то отряд нет все все на этом приказы спури минутцы победил и на этом все то у него восемь командований восемь кровавый плюс один командований плюс один боевому духу отлично с спури минутцы просто просто бог на поле боя сейчас будет а дом больше нет господин вот просто бог равно равного ему просто не будет так ну все кархогиняне захватили это поселение так ну в принципе 81 человек делать ничего не может сразу же поражение одно поражение у нас будет так их предложение прекращение огня прекращение огня нам не нужно мы сейчас будем поворачивать в сторону галлии наоборот нашу военную компанию с карфогеном немного не задалось у нас все в минусах почему аримин в минусе непонятно только потому что у нас огромная армия ее как ни странно нужно где-то использовать например в захвате медиалане да да капитан Батавия и подобных городов разделить войска сойти с кораблей капитан гни атаковать врага возможно не дойдет до туда приказы итак мы можем в принципе пробить этот вход в атаку осталось у них там всего ничего победа году больше нет господин лот готов тут у нас весь год в каралисе у нас хоть какой-то доход есть 130 процентов общественного порядка исполнение уже не такие значительные по крайней мере что у нас нормальные налоги можно сделать высокие будет поменьше Вообще долг огромный. Пареции тоже долги им. Можно сделать высокие налоги. Минус 521 уже будет. Хотя бы мы поменьше сделаем. Император! Спорю, Минуцию придется Нет, пока ему ничего не придется, он Хотя, он может дойти до Ботавии, в принципе. Нет. У нас основная армия Пойдет как раз вот сюда, к капитану Амину. Капитанская битва. Будет у нас Тут все друг с другом воюют и так далее. Что нам не особо интересно. О, в Грецию прорвались Антонии. Или как их там? Сцепионы, да. В Грецию прорвались сцепионы. Просто помню Марка Антония. Который тоже был римским известным человеком. Бриганды... Чего у них вообще есть-то? Да почти ничего. Нам важнее сейчас вот этого слить, капитана. И желательно бы захватить поселение какое-нибудь. Атаковать врага! А не Ирина мы спокойно сможем слить. Там у него один-два отряда. Возможно. Вспорь и Минуции. Нет. Победа! Император! Готовьтесь к бою! Мы не можем сделать это, господин! Вперед! И мы снова атакуем его в этот раз. Ох! Это будет, конечно, для него очень тяжелая битва. Потому что наши сзади и спереди. Вон в самом центре. окажется, это и месторубки. У него лишь 81 человек. Ну что ж, это будет легко. Ваши подкрепления прибыли. Это обнадежно. Отряды! Вперед! Велика! Это кто у нас? Стрелки! Стрелков можно хорошо скинуть. Конницы. Отряды! Двигайтесь! 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 Так, кстати, эти отряды под нашим контролем. Вон. Отряды! Быстрее! и идут сзади. Как обычно. Путербродик делаем кавалерией. Отряды! 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 Вражеская армия бежит. Продолжаем битву, преследуйте и стремить и вытесните с поля боя. В принципе, мы никого даже не двигали. Это было просто. Два и одного заслёте, надеюсь. Да ну! Да ну! Вы чё, одного слить не можете? им будет потрясён этой победой. Ну да, конечно. Этот день 80 человек слить. Хорошая победа, да. Ну, в принципе, победа! Поэтому победа у нас есть. А если эти нападут, то натолкнутся сразу на две армии. Так что удачи им. Удалом этим. А если они не нападут, то я пойду на две армии. в атаку. Бриганды, кстати, разграбля... Бриганды, кстати, грабят наши эти все гальских агентов. Столько гальских агентов у нас. Минус пять тысяч. в основном из-за армии. Ну, чё? Первый пошёл. Вперёд! Второй пошёл. Вперёд! Против этого не устоит никто. Готовьтесь к бою! Отходят. Дальше поселение, я думал, в поселение уйдут. господин! Вперёд! Готовьтесь к бою! Так, это чё? Осаждаем поселение, господин! Осаду построим. Поселение в осаде, господин! флот готов! В атаку! Разбить надо флот, наконец-то. Потопили. Победа! Потопили, чувак. Так, тут у нас капитан, 24 генерала, вовстанцев, 240 крестьян и милиты. нет, с ним городская справа справится. Амули-юли и два командования. Тут у нас 4 командования. Ладно. Этот будет командовать. Пора покончить с ними. Пора с ними покончить. 345 людей в этот раз у нас лишь один кавалерийский юнит. Но как мы его используем против крестьян то это вообще будет просто песня. Потому что крестьяне практически не могут сражаться. у них очень низкие страды. Поэтому разбивать их будет одно удовольствие. И кавалерия без строку. Все, начинаем битву. Нормально. Тут у нас повстанцы. Этих мы разворачиваем к врагу. пойду вперед спокойно без сопротивления практически. Но мы должны понимать что у врага тоже есть кавалерия. И причем скорее всего тяжелая. Может и нет. У нас тяжелая кавалерия есть. Показывает нам пока равные шансы. мы то конечно знаем что шансы далеко не равные потому что христиане не бойцы никакие. Так. Это тяжелая конница. Значит мы должны как бы быть поосторожнее. Пойдем этими отрядами вперед. Христиане идут к нам. Отлично. я не хотел атаковать. Ладно. Теперь получите обапку. Так. Не догнали. Не догнали. Уходим. Уходим мать вашу. Вот пять. Готовы. Христиане блин даже в строю не стоят. Настолько они прямовые бойцы. быстрее. В отличие от наших встроенных рейдов. Так. Не 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 пробуют. Хотя нет. Пробуют. 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 Так. И что сделает городская стража дальше? Эта городская стража будет немножко замыкать этот маневр. Так скажем в атаку. Резкая атака на крестьян. Должно кое-что сделать. почему-то наши сбегают с поля боя. Это нужно исправить. слава великим богам вражеский полководец убит. ужас поселится в сердцах нахер врагов. Слава богам сердца врагов наполнились страхом и они обратились в бегство. убираем всех чтобы даже сволку они пьют и все понимали что бывает если восстать против примского управления. И они даже бежать не могут. чё поперли. Не бывается охота за вражескими отрядами. Не оставляем ничего. Ну, дадим 2 человека, наверное. 1 человек здесь. Все, забили. И тут 6 человек. Ладно, мы их уже не добили. Каких-то жалких 6 человек. Героическая победа, достойная славы Рима. 123 человека все-таки забили. Этих мы пополним в любом городе. Победа! Возвращаемся в город. И теперь мне нужно переобучиться. А денег-то у нас нет на переобучение. Вообще прекрасно. Нищета только влияет на наш общественный порядок. Прекрасно. И Коралис обеспечивает наш доход. Тоже прекраснее некуда. И теперь основные битвы с галами. Галы, видимо, никуда не двигаются, потому что их пропустило. Ух ты ж блин. Обычная победа. Победа! 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 В патронах мне надо. В популярной стенате упала. Свадебные торжества. В долгах мы как в шелках. И это плохо. приказы в курии минуты попробует взять это штурм 313 999 503 1143 и это называется осада гальского поселения если мы его садим будет вообще отлично если еще убьем много галькой армии процессе это будет первая крупная битва полученными во время сражений и мало врагов было по международную открытом бою и сегодня я собираюсь сражаться вот у нас будет сравнение с галами у нас много вышек которые будут стрелять по нам но мы этого не боимся просто прем сторонами напролом 1 сюда 1 сюда мы не пойдем через ворота мы пойдем другим путем есть первая группа есть вторая группа велиты вот здесь и конница где-то вот здесь вот это будет первая группа и вот это будет вторая а вот это уже третья так первую группу может быть немножко вот сюда и кавалерию начинаем наши подкрепление прибыль это обнадежь вот нам тут тоже демокла ротом у нас тяжелая конница понятно и тут центр в принципе вот здесь вот где-то главное надо идти тяжелую пехоту оставили галаном в качестве гарнизона который прямо в ворот стоит легкая пехота подальше тяжелая конница еще дальше она отойдет до центра в принципе мы никого не теряем значит наше положение правильное сильнее атаке надо было поставить наши солдаты уже у стен теперь они должны пробить себе дорогу внутрь нашим вторая армия приходит на поле боя она должна прийти уже идти точнее пока тегальские армии тоже идут в городу так эти пойдут тоже туда примерно тут могут на нас пойти так что тут надо быть осторожнее если что тут у нас хороший байт пойдет это значит кавалерию можно переблинуть вот сюда локальный перевес минусы так погоди лёгкая пехота тоже перебегается не на пробит теперь мне нужно понять что делать тут все в режим обороны нам нужно чтобы не пробилась тяжелая пехота задержать их надо стены разрушены прихожите вашим людям двигаться римские военные инженеры о нифига хорошо пошло стены разрушены прихожите вашим людям двигаться вперед велида отлично сливают лёгкую пехоту и они бегут быстрее быстрее они бегут и они бегут ну давайте вперед а на по одному только и у вас успокоились не может попасть так вот Отлично этим заберели, надо их, по идее, вообще уничтожить. Ни одного не потеряли. 27. Все. Этот отряд слит. 4-3. Ладно. Время мы там справимся. Так, теперь что с той стороны? Так, мне теперь надо всех, которые там есть, аккуратно выбрать. Перевинуть, вот и свидетельство. На подкрепление, быстрым маршем. Потом они там встанут и отдохнут. Этот переход на Диа-7 структуется. Эти же, таким же быстрым маршем, пойдут внутрь города. Мы пока не понимаем, кто-то перед нами встанет. Но это не должно быть страшно. Самое главное, мы уже как бы в городе. Так, тут у нас всадники, медийские, взнаемники. В общем, конницы тут у нас предостаточно. Немножко надо разрядать обстановку, кто вообще перед нами встанет. Если мы сейчас ударим, если мы сейчас ударим, то перед нами всадники, кавалеристы. Еще перед нами есть мечники и боевая группа. Эти мы можем пробить... Мы можем пробить всех. Только если правильно подойти, по вопросу. Плохую пехоту надо выстроить. Где-нибудь... Где-нибудь... Но она не устраивает. Вот так вот делать. Отправляйте в сторону холма. В основном тяжелая пехота здесь. Легкой пехотой мы можем, в принципе, их заманить. С другой стороны ударить кавалерией. Она не так хорошо будет работать против тяжелой пехоты, конечно. Но свое дело сделает. Если удар будет сзади. Если удар будет сзади. Удар сзади это самый эффективный удар. Надо двигаться очень быстро, пока основные силы не подошли. У нас есть тяжелая пехоты. Голые кельки. Голые кельки, которые как пигают. У нас боевая группа, которая легкая пехота. Голые кельки идут с огромными силами. Отряды! Отряды! Быстрый марш! Отряды! Отряды! Быстрый марш! Отряды! Быстрый марш! Так, перестоп. Ее в оборону. тем временем что делают эти люди что делают эти люди они направляются так легкая в основном тут легкая тяжелое нет почему-то а тяжелая вся осталась за пределами ну да ладно прям с этим она отправляется с другой стороны отправляется вот сюда эти отправляются куда вам так что делают конники в этот момент отряды если они пойдут туда тут будет толчья и все движение будет потеряно а нам вообще-то надо мобильную кавалерию иметь я если мы сейчас обойдем их с тыла они смогут ответить на наш кавалерийский удар просто переведя часть часть сил сюда но здесь должен этот пятачок удержаться поэтому кавалерия идет назад но самое главное чтобы эти силы выстояли в этих тяжелых пехотах пошагнувшиеся они сейчас будут бегать туда-сюда это хорошо так тут была легкая конница и мы ее смеем это хорошо не так вот печально сейчас вынесем а ну и не было печально кстати конница единым отрядом поедет туда сзади осталось-то совсем немного совсем чуть-чуть чтобы помочь людям очень много людям так двигайте быстрее так что идет легкая пехота легкая пехота идет так то есть мы выманили значит . 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 Так, отлично, эта конница тоже идет. Эти будут стрелять. Эти нападут. Первые, вроде, поместили, что хорошо воюет. Так, побелели. И там надо будет силы держать. И там, вот здесь у них в центре хорошее силы. Да, анимано. Наверное, все-таки вот так вот будет. Идем стрельбы. Так, вот эдик в одну кавалерию отберем. Так, погоди. Это третий. Это третий. В опу, теперь все. Вся кавалерия, что есть, несется вперед. Пробили. Обнулили всех. В общем, так. Так, ну-ка, ничего себе. А кто это у нас ушел-то вообще? А кто это у нас ушел-то вообще? Уничтожен. Так, все разогретые. Это боевая группа. Силкая пехота. Очень сильная пехота здесь. Присужим месторубку. Сейчас снова они придут. Кастаты там хорошо держатся. Очень рады. И еще. Так, если что, новые кельки. Новые кельки с нами забелились. Отлично. Никого они набивать не смогут. Уражение не минует, а все. Все. Наша кожа сливает, но мы сливаем больше. Никого не оставили. Один, вроде бы, был и кельт остался. Его на руках слив, что ли, отдали. Отряды, двигайтесь, двигайтесь! Так, и что у нас? Два отряда варваров и начальников. Мы не можем прийти вам на помощь, к сожалению. Отряды, двигайтесь, двигайтесь! Отряды, быстрый марш! Так. Идеи есть. Идеи, конечно же, есть. Отряды, быстрее, быстрее! Пока наши братья по оружию сражаются, мы идем вперед. С другой стороны. И пытаемся как-то снизить напряжение. В принципе, их боевая сила уже на исходе. Как показывает нам технический индикатор, мы выигрываем. Отпереды, быстрее, быстрее! Осталось только нанести решающий удар, что мы сейчас и сделаем. Каким маневрам. Попробуем такие сделать. Так, отлично, они отвлеклись. Это значит, мы можем, в принципе, сзади теперь навалиться на них. Просто причем. Пройдите мечников, они вам не нужны. Вам нужны вот эти вот люди. Которые слишком отвлеклись и теперь не могут понять, что на них сзади повалится. Все, закрыли мы кольцо окружения. Мы, конечно, потеряем немного, но зато очень много выиграем. Кольцовое окружение замкнуло. Перингиваться просто не было. Это слив для них. Ну, там ещё стоят нас между, кто-то. Ладно, мы будем использовать дактикой людей. И вот так. Так, ну да ладно. Они не стоят нас. Мы спокойно стоим. Да, кто-то были последние, которые там стояли. Так, не надо уйти, не надо уйти. Да, кто-то сбил всех. Конечно, стражаться почётно, но не потерять всех ещё почётнее. Вот это был, конечно, сейв хороший. Так, отлично. Теперь мы закопываем калитку для одного отряда. Даже не отмогом. Потому что они в центру скинулись. Это их боги. Слава богам, вражеский полководец мёртв. Ему люди знают, что их судьба решена. Осталось вообще практически никого. Изранжевских. Один, который этот мой начальник. Да. Один самый главный военачальник всё ещё остаётся и сражается. Всё, надеюсь, свалили его. Нет живучей собака. Это героическая победа. Достойная славы, Киман. И, в общем, никого не осталось. Из более чем, ну, в общем, из более чем тысячной армии никого не осталось. Это было отлично. Это было крупное сражение, и это было хорошее сражение. Победа! Рим победил! Так, поселение, поселение. Наверное, мы займём поселение. Приказы! Вперёд! Так. Приказы! Сливать надо часть армии. Господин! Император! Приказы! Господин! Император! Приказы! 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 Всадники. Остались вот эти вот трое. Разделить войска! Приказы! Капитан Гней отходит. Вперёд! Уже до Ореции или куда там. И, наконец-то, мы начинаем выходить в плюс. Плот готов. Но... Плот готов! Тяжело выходить в плюс. Ставить паруса! В общем-то. Да, капитан! Да, капитан! Этим придётся наверх идти, чтобы не уничтожили их в открытом море. Это была великая победа для Рима. Прекращение огня. Я думаю, нет ещё одну провинцию. Может, возьмём и тогда прекратим огонь. Я потом соглашусь. Но не сейчас. Но не сейчас, когда вы столько крови выпили мне. Задание Сената провалено. Выходим постепенно из долгов. В идеале общественный порядок 80%. В споре и минуции почему-то отняли у него единичку. Почему-то отняли у него единичку командования. Непонятно почему. Ну да ладно, кого мы можем переобучить здесь. Ну, практически всех. Потому что хорошее развитие у этого города. Несмотря на то, что там варвары живут. Низкие налоги сделаем. Чтобы общественный порядок у нас хоть какой-то был. Так, и ещё кого-то разоблачили. Гальский убийца. Ваша честь. Ваши честь. Глупцы Юлии. Влияние шестое. Хотя бы не уменьшилось. Переобучить мы здесь не можем никого. Потому что у нас денег вообще нет. Влод готов. Против Гальского плода тут будет хорошее сражение. Мы их разобьём. Так что, если даже они нападут на нас, у нас есть шанс. Паттайвий наша следующая цель. Но мы подождём, пока там сражение не закончится. Вот, собственно, на этом, наверное, стоит закончить наш эпизод. На то, что всё-таки заняли большой Гальский город, и он теперь стал римским большим городом. И на этом всё. Спасибо за просмотр, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки. И смотрите мои видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok